Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал ТВЛ начинает свое вещание. В студии Анна Вязгина с обзором новостей. О главных событиях прямо сейчас. День защитника Отечества отметили в Доме культуры. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем защитника Отечества. Губернатор Московской области подведет итоги месяца в эфире телеканала 360. День донора пройдет в городской больнице. Репортаж с еженедельного оперативного совещания. 23 февраля – это не просто праздник военных, это праздник всех мужчин. Ведь каждый из них всегда готов защищать родину, семью, друзей и, конечно же, женщин. День защитника Отечества отметили праздничным концертом в Доме культуры. Перед началом мероприятия у мемориала погибшим прошло возложение венков. Этот праздник объединяет всех, кому не безразлична судьба нашей страны. Всех, кто защищает границы Родины, обеспечивает мир и стабильность государства, а также ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, интернационалистов и участников локальных конфликтов. В этот день к мемориалу погибших прошло возложение венков и цветов, чтобы почтить память защитников Отечества, павших на полях сражений за свободу и независимость нашей страны. В фойе Дома культуры открылась фотовыставка, подготовленная организацией многодетных семей «Родное гнездо» при поддержке общественной палаты «Такие разные и такие любимые наши папы». А в концертном зале гостей праздника ждала разнообразная программа с участием артистов. Открыла концерт танцевальная студия «Лига». А после на сцену вышла электрогорская кавер-группа «Шукшин Бэнд». Затронный день, запомни час, Пусть будем лёгким расставанье, Как вышло разлучили нас, Оставив жизнь воспоминания. В этот вечер зрители увидели на сцене выступление обладателей специального приза казино «Цезарь Палас» на Международном фестивале артистов во Франции шоу иллюзий «Квик Чейндж» – трансформация костюмов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главным музыкальным подарком стало выступление дуэта Руслана Азалия – призеров телепроекта «Х-Фактор». Продолжение следует... 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 Мы их готовы поздравить и поздравить с нашими школьниками из волонтерского объединения «Капитошка». Все вместе они поздравили виновников торжества с праздником, подарили пусть и недорогие, но приятные подарки. Волонтеры заранее каждому мужчине подготовили открытки, сделанные своими руками, и прочитали стихи поздравления. Сегодня мы навещаем людей, поздравляем наших защитников с 23 февраля. Это те люди, которые нуждаются в нашей поддержке. Школьники не первый раз посещают одиноких и престарелых людей, и каждый раз они это делают искренне и от души. Вообще это очень смешанные эмоции, я чувствую радость, и у самой наворачиваются слезы на глаза, потому что я понимаю, что это нужно делать, что нужно навещать таких людей, и очень приятно, когда ты делаешь приятное другим. Им очень нужна поддержка, и мы будем очень рады их навещать. Каждый ветеран реагирует по-своему, но мы каждому очень рады, и мы очень рады, что нам выдается такая возможность ходить и поздравлять всех с 23 февраля. Люди не могут жить в своем замкнутом мире, им нужно общение, им нужны собеседники. Именно это актуально для пожилых людей, чьи воспоминания могут дополнять друг друга, воскрешать события минувших лет, делиться своими знаниями и опытом с молодыми людьми. Я хочу пожелать, чтобы они были здоровы, во-первых. Служили своей Родине, как честно, добросовестно. Спасибо, с праздником вас! С праздником, Александр Михайлович! С праздником! Я вам расскажу очень важную армию. Это 49-й год на Украине. Это был город Умань. Я на посту стоял с карабином, а тогда были бендеровцы. И вот смотрю, я охранял этот склад какой-то, не помню уже. И вот смотрю, веревка летит с пятого забора. На меня я отклонился и вышелил. И очень приятно видеть, что несмотря на свой почетный возраст, наши ветераны по-прежнему в строю и готовы делиться с молодежью своими воспоминаниями о войне. Участвовал в оболоне Москвы. Был ранен, три раза ранен. Ранен в лёгкие, контузии и потери слуха. Было в церковом году. Нас направили в Орехозуево. Готовили к выручанию. После этого направили в Москву оборону Москвы. Самые жесточённые бои. Приказ в Орехозе не стало удержать оборону Москвы. Для того, чтобы не допустить оборону Москвы прорвать. Не из книг, учебников или фильмов, а из рассказов участников и очевидцев тех далёких событий. Во время таких встреч ребята узнают о том, как было трудно и страшно. О том, каких сил стоило нашим солдатам отвоевать победу и подарить нам мирное небо над головой. Наша молодёжь сильная и могучая. Она была сильная и ещё будет сильнее под нашим духом. Всё. Радимся. Спасибо большое за внимание. С чувством глубокой благодарности, сразу как будто помолодевшие и со слезами на глазах, мужчины с благодарностью принимали душевные поздравления в этот праздничный день. Скажите, нужны такие встречи? Нужны. И почаще. Чтоб не забывали. Бодрости всегда желаем. За победу вы боролись. Мир отчизни принесли. Мы желаем, чтоб за горем все мосты бы вы сожгли. Спасибо большое. Спасибо. Также по поручению главы города Дениса Семёнова, председатель Совета депутатов Роман Тикунов, совместно с руководителем социальной защиты населения, а также кадетами школы 14, в преддверии Дня защитника Отечества навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Вручили им поздравительные открытки, которые специально изготовили к празднику, и подарки. Ветераны рассказали молодежи о том, какой высокой ценой им досталась победа в войне. Время неумолимо спешит, и этих славных людей становится все меньше. Наша общая задача – оказывать им как можно больше внимания. От всей души желаем здоровья, бодрости духа, спокойствия и быть окруженными заботой и любовью. 28 февраля в Электрогорске пройдет День донора. И может стать любой гражданин, достигший возраста 18 лет. Сдать кровь можно в Электрогорской городской больнице по адресу улица Семашка, дом 1, с 9 до 12 часов. Все доноры обеспечиваются сладким чаем и печеньем. Донор получает дотации на питание плюс два выходных дня. Телефон для справок 7 495 305 77 00. Перед сдачей крови допускается легкий завтрак. При себе иметь паспорт. Обязательно прописка или регистрация в Москве или Московской области. Внимательно ознакомьтесь с противопоказаниями и рекомендациями донорам. И о погоде в завершении выпуска. Ближайшей ночью будет пасмурно. Пройдет небольшой снег. Температура 0, минус 2 градуса. Давление немного ниже нормы. 26 февраля будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, гололедица. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1, плюс 1. Днем от нуля до плюс 2 градусов. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружен на озере Стахановском. Эти и другие моменты обсуждали на еженедельном оперативном совещании в администрации при главе города. Прямо сейчас репортаж. Ну а я прощаюсь с вами. В студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова